Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры растения против зомби и у нас на очереди 8 миссия 3 главы. В предыдущей миссии мы получили новое средство это торч вот горящее дерево за 175 монет. Оно нам хорошо известно по второй части игры, в которой мы там частенько получаем данное растение в бонусных миссиях. А мы сейчас подобрали список, каких-то кардинальных изменений нет, за исключением того, что в эту миссию я не включил колючки, тоже наше свежее средство. А так как список небольшой, мест маловато, поэтому отчего-то пришлось отказываться. Ну и конечно же надо испытывать новое средство. Но, как я уже говорил также, что торч вот мы знаем, очень эффективное вооружение, поэтому однозначно оно будет присутствовать в ближайшей миссии. Все ядра, которые покрываются через торч, вот пролетают, покрываются огнем и наносимый урон противнику существенно больше, чем если бы без было горящего дерева. А мы поэтому не брали ледяной горох, я сначала начинал с ледяным горохом, уже по привычке, и получалось следующее. Когда ледяные ядра покрывались огнем, они просто превращались в зеленые горошины, соответственно, никакого смысла не было брать ледяной горох на миссию. Более того, он еще стоит почти в два раза больше, чем обычный. Поэтому у нас горох за 100 монет, его нам надо посадить даже чуть больше. Но тем не менее, на того, что в связке с горящим деревом мы будем ликвидировать зомби намного быстрее. А мы уже так незаметно практически высадили два ряда подсолнуха. Также посадили на вторую линию горох и также еще посадили горох на пятую линию. Возможно, в будущих миссиях мы также будем пересматривать вооружение и не будем брать бомбы картофель. А можно заменить вполне кабачком. Он, правда, в два раза дороже, но все равно это нам позволит сэкономить на один слот. И что-то взять посущественнее. У противников тоже есть обновление. У них появился зомби с дельфином. С помощью данного дельфина зомби передвигается очень быстро и может добираться к нашим передовым рядам очень так быстро. Поэтому надо за этим противником следить. Не знаю, насколько он нам сделает проблем. Но если будет с ним, скажем так, неприятности, мы, возможно, возьмем в будущих миссиях водоросли, которые способны уже в самом начале убирать противника в бассейне. Но пока мы его не видели, соответственно, ничего не могу сказать и о каких-то изменениях говорить преждевременно. Кстати, этот зомби может появиться в будущих компаниях. Мог и появиться в компании Big Wave Beach. Там как раз водная тематика. О будущих компаниях я не знаю, потому что вряд ли уже будут миссии так скоро с водой связаны. Но вполне вероятно, может появиться. На нас надвигается большая волна. Как раз вот появился новый зомби в воде. Очень быстро к нам добрался. Даже перепрыгнул кабачок, который его затопил. И он чем-то напоминает, наверное, атлета шестом. У нас атлет перепрыгивает через растения. То же самое делает и данный зомби с помощью дельфина. Впереди уже стоит везде торчил, кроме бассейна. Пока мы там ставить ничего не будем. Неизвестно ли это дерево, мы сможем даже поставить бассейн. Снова появляется зомби с дельфином. И мы ставим чампер, который его не смог прокусить. Зомби уже съел один наш горох вместе с кувшинкой. И мы ставим срочно кабачок, который одного затопил, но появился вновь еще один. А мы сейчас ставим острый перец на четвертой линии, который сжег всех противников на данной линии. И, возможно, придется делать какие-то коррективы и брать водоросли. Потому что, если так будет обстоять дела и впредь, то будут с ним большие проблемы. Он практически появляется постоянно. Единственное, что я поставил тут за одним чампером на четвертой линии еще один. Зомби с помощью дельфина, конечно, его обошел, но второй чампер уже сделать не смог. А мы будем и дальше садить чампер в воде. В первую очередь для того, чтобы бороться с зомби с дельфином. Который нам уже достал немало проблем. На нас надвигается большая волна. Посадили дополнительные чамперы на четвертой линии. А появляются зомби в воде. Тут и дельфин. Мы их всех сжигаем с помощью острого перца. Но угроза еще не миновала. У нас есть водные зомби, несколько штук на четвертой линии. У нас остался последний противник. Которого мы убираем и проходим данную миссию. После чего получаем новое растение. Это высокий орех за 125 монет. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok